Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «День за днём». Все самые важные и интересные события Десногорска в студии Татьяны Ионкина. Сегодня в нашей программе информация от пресс-службы УМВД, разборки в Вадинской исправительной колонии номер 2, захватывающие поединки юных боксеров, итоги турнира, музыкальное развлечение, город мастеров. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Капитан полиции Романова расскажет о криминальной ситуации в Десногорске за прошедшую неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 106 сообщений и заявлений. Из них одно сообщение о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 111 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 76. За управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения к административной ответственности привлечен один водитель. За нарушение правил дорожного движения пешеходами к ответственности привлечены 4 человека. За нарушение, установленное федеральным законом запрета на курение табака, к ответственности привлечены 23 человека. Уважаемые жители города Десногорска, согласно действующего законодательства, запрещено курение в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, в помещениях органов государственной власти, органов по делам молодежи, на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских и санаторно-курортных услуг. Законом запрещается реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции и потребление табака. За нарушение, установленное федеральным законом запрета курения табака, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей. За нарушение, установленное федеральным законом запрета курения табака на детских площадках, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей. В Рослевском районе сотрудниками ГИБДД задержан житель Московской области с амфетамином, марихуаной, таблетками и галлюцогенными грибами. Экипаж ДПС, осуществлявший контроль за безопасностью дорожного движения на автодороге Р-130 Рослевского района, в деревне Валентиновка остановил иномарку под управлением жителя Москвы, 87-го года рождения. В машине находился пассажир, тоже житель Московской области, 88-го года рождения. При общении мужчины заметно нервничали, вели себя неадекватно. При досмотре граждан и автомобиля полицейскими у москвичей был обнаружен свёрток, в котором находились пакеты с веществом растительного происхождения серо-зелёного цвета, грибами и пакет с порошком розового цвета. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Обоих мужчин доставили в отделение полиции, а вещества направили на экспертизу. При себе жителям Московской области находились наркотические средства, амфетамин массой около 23 грамм, марихуанной массой 27,8 грамма, 18 таблеток наркотической смеси МДМА, так называемой экстази, 20 грамм наркотических растений, грибов, содержащих псилоцин, что является крупным размером. По данному факту возбуждено уголовное дело. А в Смоленске прокуратуре было выявлено нарушение регистрации. Смоленин в своей квартире площадью 49 квадратных метров зарегистрировал 156 человек, из них 10 иностранцев. По факту возбуждено уголовное дело. Руководители отдела управления Федеральной миграционной службы привлекли к дисциплинарной ответственности. На протяжении 10 лет ежегодно в 3 воскресенья ноября во всем мире вспоминают погибших в дорожных авариях. Только в этом году на Смоленщине ДТП унесли жизни 146 человек, из которых двое дети. В преддверии Дня памяти жертв ДТП сотрудники Смоленской госавтоинспекции и ГАИ Витебской области провели совместные мероприятия на границе, в которых приняли участие водители проезжавших автомобилей и инспекторы дорожного движения. Ребята напомнили автомобилистам о важности соблюдения правил дорожного движения и тяжести последствий ДТП. Раздавали им листовки и памятные сувениры. Вслух были произнесены имена всех погибших детей. Именно в такие моменты привлекается внимание общественности к последствиям дорожно-транспортных происшествий. Повышается культура поведения на дороге. Я такую акцию вижу впервые, но у меня даже слезы какие-то появляются на глазах от радости, что это всю жизнь водитель проработал. Но такого добродушия я не встречал никогда. Вся эта акция направлена на то, чтобы мы помнили о том, что необходимо самим себя беречь. Каждая людская жизнь является ценностью для нас, и мы пытаемся их сохранить. В завершении участники мероприятия запустили в небо воздушные шары, как символ памяти и скорби. 8 ноября. В исправительной колонии номер 2 УФСИН России по Смоленской области в результате возникшего конфликта среди осужденных один из них получил телесные повреждения. В Вадинской исправительной колонии номер 2 под Смоленском заключенные устроили беспорядки с поножовщиной. Один человек пострадал. Происшествие прокомментировала пресс-служба УФСИН. Осужденному была оказана медицинская помощь. Сейчас его состояние оценивается удовлетворительно, уголок для жизни не представляет. После проведения с осужденными усилий начальником исправительной колонии номер 2 полковника УФСИН Петровым, осужденные вернулись в общежитие. Всего в конфликтной ситуации приняли участие около 60 человек. В настоящее время обстановка учреждений стабильная. Исправительная колония работает в штатном режиме. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин происшествия, а также на допущение дестабилизации обстановки в исправительном учреждении. Стоит отметить, что исправительная колония номер 2 является колонией строгого режима для лиц, впервые осужденных к лишению свободы. Сотрудники госавтоинспекции могут начать патрулировать дороги на автомобилях без опознавательных знаков уже в следующем году. Об этом сообщил заместитель главы МВД Российской Федерации Виктор Кирьянов. Он выразил уверенность, что это поможет бороться с агрессивным вождением и хамством на дорогах. Под Смоленском автомобиль марки «Газель» столкнулся с самосвалом. В результате ДТП водитель «Газели» госпитализирован. Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в прошлый четверг, 12 ноября, в Смоленске. Водитель такси наехал на Смолянку, переходившую дорогу по рельсам в неположенном месте. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь, после чего ее отпустили домой. На сайте госкорпорации «Росатом» опубликован список российских атомных станций с реакторами РБМК-1000, которые в ближайшие 15 лет будут выведены из эксплуатации. В их числе и Смоленская АЭС. На протяжении четырех дней у десногорцев была возможность побывать на боксерских поединках юных спортсменов. С 11 по 14 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» проходил 14-й межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного энергетика Российской Федерации Сергея Крылова. В турнире приняло участие 148 спортсменов, а это 26 команд из городов Центральной России и Республики Беларусь. Впервые на турнир приехала команда Московской области из Волоколамска. Всего за время соревнований проведено 108 боев, 39 из них – финальные. Судейская коллегия, я бы сказал, хоть она и небольшая, 8 человек, она вполне достаточно для этого турнира. И за все бои, хотя в каждый день у нас было 25 боев, 29 боев, 30 боев, практически ни одного скандального боя не было. Все победители были определены правильно. Юные боксеры Десногорска оправдали ожидания своих тренеров. Выступили хорошо. Я выступал в весовой категории 48 килограмм. Провел два боя. Из них два боя выиграл. Второй бой я боксировал с новичком, который несколько лет тренируется. И я очень довольный своей победе. Гости турнира боксеры из Белоруссии остались довольны и своим выступлением, и гостеприимством хозяев. Приняли нас хорошо, расселили в общежитии, нормальные условия, кормили хорошо, возили на экскурсию. Все нормально, хорошо приняли. Провел два боя. Первый был мальчик с Балашихи. Выиграл. Хороший бой. И сразу финал. Во время финальных боев в зале было особенно много зрителей. Мне удалось вот уже четвертый день болеть не только за наших спортсменов города, но и вообще на это зрелище. Хороший спорт, мужественный спорт, который воспитывает характер, волю к победе. Растит наших защитников крепких, мужественных. От клуба «Ринг» в турнире приняло участие 16 боксеров. Четверо стали золотыми медалистами. В младшей группе первое место завоевал Николай Цыканов. Среди юношей весом 48 килограмм лидировал Рафаэль Джавадов, который также был удостоен приза зрительских симпатий. В весе 76 килограмм техническим нокаутом в финале победу над соперником одержал Никита Песигов. Отлично выступил в старшей возрастной группе Егор Ржевский. Весовая категория 60 килограмм. В полуфинале техническим нокаутом он выиграл у обнинского боксера. В финальном поединке, благодаря хорошей технике ведения боя, одержал победу по очкам над сильным соперником из Волоколамска. В этом поединке победу по очкам одержал Ржевский Егор в городе Смоленске. Решением судейской коллегии Егору был присвоен специальный приз за лучшую технику. «Ржевский Смоленске» «Ржевский Смоленске» Серебряными призерами турнира стали начинающие боксеры Дмитрий Зайцев и Николай Мишин. Бронзовыми Юрий Алексюхин и Иван Снитовец. Пополнили копилку побед и боксеры физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». Золото в своей возрастной категории взял Владислав Назриев. Серебро у Данилы Березовского, Максима Соболева и Михаила Касаджика. Мы желаем всем участникам и гостям турнира огромного счастья, крепкого здоровья и многих побед как на ринге, так и в жизни. А сейчас смотрите сюжет о том, как знакомят детей в детском саду «Лесная сказка» с культурным наследием русского народа. На протяжении нескольких лет в детском саду «Лесная сказка» дети группы «Ромашка» изучали и знакомились с традиционными народными промыслами России. Кжель, Хохлома, Дымка, Городец, Филимоновская и Пермогородская художественные народные росписи для ребят теперь не загадка. На осеннем развлечении они подвели итог своим пятилетним исследованиям. На праздник ребята пригласили своих родителей. На утреннике дети показали свои знания об изделиях русских народных мастеров, спели о русских сувенирах, станцевали и даже сыграли на народных инструментах. Этот долгосрочный проект был разработан талантливыми педагогами сада. Это музыкальный руководитель Анна Наумова и воспитатель Инна Устинова. В рамках этого проекта уже на протяжении пяти лет ежегодно у нас проводятся праздники, которые посвящены народным промыслам. Дети с ними знакомятся, хорошо их знают. И сегодня в рамках этого проекта у нас прошло итоговое мероприятие под названием «Город мастеров». Подобные мероприятия помогают воспитывать детях чувство гордости за народ, уважение к творениям рук умельцев и сохранять русские традиции. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин